Неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, повышенный сахар и холестерин в крови – факторы, на которые чаще всего многие не обращают внимания. Однако именно они зачастую провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, грозящих инвалидностью и даже смертью. Как оказать первую помощь при инфаркте и инсульте? И существует ли профилактика? Об этом в следующем репортаже. У вас сейчас 170 на 90. Да, я сейчас все. То есть надо тот самый каптоприл под язык положили, нет? Ничего еще не разыло. Диагноз стенокардии Надежде Александровне поставили недавно. Она еще не привыкла носить с собой таблетки, вести дневник артериального давления, измерений пульса. Хотя контроль этих показателей жизненно необходим для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не знать свое рабочее или, как говорят сегодня, целевое давление позволительно лишь до определенного возраста. Показатели у всех индивидуальные, однако есть примерная норма. 60 на 80 – это пульс, и 120 на 80 – это артериальное давление. Это то, к чему, в принципе, любой человек должен в любом возрасте стремиться. Пульс 60 на 80 – это та норма, при которой сердце работает экономно и успевает в каждой диастоле отдохнуть. Если чаще, сердце не отдыхает. Если реже, плохо, нарушается цикл выброса крови, доходящий до мозга. Именно сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин инвалидности и смертности. Только потом онкологии и хронические болезни легких. Вот статистика по северо-восточной части города. В целом по осколу цифры еще выше. В прошлом году у нас было 308 инсультов. Из них 50 умерли. Допустим, по инфарктам была такая статистика. 139 случаев было. Из них один случай в смертности. То есть, видите, смертность очень высокая. При остром ухудшении состояния больному необходима срочная неотложная помощь еще до приезда скорой. Первые симптомы инсульта – внезапная слабость в одной из половин тела, онемение лица, нарушение речи или ее понимание, потеря координации. Минута решает все. Почему? Потому что, как правило, это или тромб, или спазм сосудов. И насколько быстро восстановится кровоснабжение в мозгу, настолько будет исход. Как правило, каптоприл под язык. Под языком лекарства современные рассасываются практически чуть медленнее, чем при внутривенном. При инфаркте ощущается очень сильная сжимающая боль за грудиной, отдающая чаще всего в левую руку. Появляется тяжелая одышка. Человек испытывает внезапный страх смерти. В этом случае также необходимо действовать максимально быстро. Измерить давление, понижать его, если оно повышено, и нитроглицерин. Пока лучшего никто не придумал. Сегодня уже научно доказана. Первая причина всех сердечно-сосудистых заболеваний – холестериновые бляшки, которые закупоривают сосуды. Предупредить их появление не так уж сложно. Рациональное питание и контроль веса, отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя. А также регулярная сдача анализа крови на холестерин и сахар. Анна Семенова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.